Итак, план у нас следующий. Заведем глобальную переменную, в которой будем хранить уже вычисленные числа Fibonacci по их номеру. А затем изменим функцию Fib1 таким образом, чтобы она использовала эти вычисленные значения, а не вычисляла их снова. Так, глобальная переменная cache, это словарь, а затем пишем функцию Fib2. Как работает функция Fib2? Но для начала она проверяет, вычислено ли уже n-то число Fibonacci. Если оно не вычислено, то нужно ее вычислить, а результат записать в cache по ключу n. При этом вычисление происходит точно так же, как и раньше. Результатом функции является то, что в cache по ключу n уже записано. Проверим, что Fib2 от 8 это все еще 21. И попробуем вычислить число побольше. 80-е число считается очень быстро. Давайте пробуем 800-е. Все еще довольно неплохо. Посмотрим на дерево рекурсии функции Fib2. Вычислим Fib2 от 5. Нарисуем то, что получилось. Тюрьма рекурсии получилась не очень интересная. Давайте еще раз посмотрим, что же мы сделали, и попробуем понять, почему оно такое. Итак, мы объявили глобальную переменную cache, но затем написали функцию Fib2, которая для аргумента n заполняет все значения от 0 до n включительно, и пишет их в cache. Таким образом, в момент вычисления Fib2 от 8 мы уже вычислили 5-е число Fibonacci. Поэтому, когда мы попросили нарисовать результат вычисления Fib2 от 5, получили такое тривиальное дерево. Никакой рекурсии тут нет, потому что функция Fib2 просто посмотрела в cache, нашла там значение для ключа 5, и вернула его. Давайте очистим cache, и посмотрим, как работает функция Fib2 в случае, когда кэш пустой. Теперь дерево более интересное. Мы видим, что проблемы, которые мы видели у функции Fib1, больше нет. Под дерево для Fib2 от 3 вычислено в левой части нашего дерева рекурсии, ну а в правой мы просто вернули значение из кэша. Аналогично для Fib2 от 2. Казалось бы, на этом уже можно остановиться, но давайте все-таки решим проблему, с которой мы столкнулись. Проблема заключается в том, что переменная cache у нас сейчас глобальная. А это значит, что кто угодно может на нее посмотреть, кто угодно может на нее записать что-нибудь, и все нам испортить. Продолжение следует...